Первое впечатление от сада, в который мы попали? Ну, это такое же впечатление, как и в других секретных садах. Как там, в Мотовилихе мы ходили. Когда ты идешь-идешь, и потом бах, и оказываешься в каком-то другом измерении, или как будто открыл какой-то закуток, как штаб такой. В детстве, знаешь, там строили шалаши всякие и прочие штуки. Можешь оказаться как бы в каком-то защищенном месте, когда ты идешь-идешь по каким-то развалинам, тропинкам, каким-то зарослям, кустарникам, а потом бах, открываешь калитку, и ты оказываешься вот внутри какого-то гигантского такого шалаша. Я тут появилась в 1987 году. Вот это с 1957 года. Его выдали тюрьме. Вот тюрьма здесь. И вот работникам тюрьмы выдали вот эти участки. А вы как здесь оказались? А я живу на Пушкино-11. И соседка у меня по старости лет сказала, «Люд, возьмешь?» Я пришла, посмотрела, мне удобно. Вход у меня, вот видели, там вдоль заборчика тюк-тюк-тюк. А дома у меня два квартала отсюда. Естественно, я взяла. И зависла. Мне нравится, когда в каком-то шумном пространстве, в каком-то активно движущемся оказываются какие-то небольшие такие слепые пятна, которые этот шум и движение не захватил. Мне кажется, что такое пространство, как этот сад, оно отличается от города тем, что оно не общедоступное. То есть оно, конечно, не закрытое так, что туда невозможно попасть. Но, во-первых, о нем нужно знать, чтобы и там оказаться. Во-вторых, туда нужно прийти. И вот мне кажется, что все-таки оно отличается от города в целом. И это как такой некий клад. То, что либо везунчиком откроется, либо посвященным. С точки зрения вмешательства, и это какая-то ухоженная земля, в которую вложены силы, время и любовь. И это здесь очень чувствуется. Поэтому как-то вмешиваться, вторгаться и как-то влиять, не будучи хозяином этого места, как-то кощунственно. И, в общем, когда мы зашли туда, единственное, на что я был готов, это смотреть. Город — это очень разнородная и перемешанная масса. Там очень много вот таких вот фрагментов, которые выглядят как никому не принадлежащие. Или принадлежащие всем. А если принадлежащие всем, то как будто никому. Ну, то есть, что ты можешь с этим что-то делать и спрашивать никого не надо, а можешь даже и не у кого спрашивать. А тут видно, что это какое-то частное... Как бы видно, что есть порядок. И видно, что порядок этот создан каким-то одним, не знаю, или какой-то небольшим количеством людей, к нему причастными. И, конечно, вмешиваться не хочется. То, как воспринимать сад Людмилы и саму Людмилу, зависит только лишь от того, как мы сами этого захотим. То есть, мы можем взять и решить, что давайте смотреть на сад как на выставку. И тогда мы будем замечать какие-то новые вещи, которые раньше не замечали. И тогда мы увидим, что там у нее... Тут у нее манекен стоит, а тут самолетик висит. Хотя люди, которые разбираются в садоводстве, они знают, что в самолете висит, что для того, чтобы птиц откуда-то. Не просто как вот сад, который есть, а как сад, который находится в определенном месте города, который определенным образом связан с городом, и как место, в которое я могу из города попасть. И это важно, потому что я могу, гуляя по речке Стикс или там где-то еще, набрести на такие штуки. В данном случае, я так понимаю, со слов Людмилы, что там есть возможность у случайных прохожих увидеть это место. Что рядом проходит река Стикс, а через реку Стикс находится кладбище. А это, наверное, добавляет мне какую-то дополнительную интригу для кого-то. Не для всех, я думаю, но для людей, которые могут интересоваться какими-то... То есть, получается, это место находится между кладбищем и тюрьмой. Вот. Можно прыгать через реку Стикс и оказываться то в царстве мертвых, то в царстве живых обратно. Это тоже интересно. Ну, это как бы игра такая. В этом можно увидеть какую-то игру. Что еще интересного? Интересно, что это один такой сад среди всего заброшенного. И у него как бы... Вроде у него есть своя граница, вот там забор, а вроде как бы ты... Он чуть-чуть продолжается и постепенно растворяется. Где-то гамак висит среди уже зарослей. То есть, ты выходишь как бы в какую-то... Есть, короче, какая-то пограничная зона, которая вроде как бы дикая, а вроде как бы и не дикая. Здесь было столько всего разного, необычного, с какими-то листьями закругленными, кудрявой какие-то ивы, еще что-то, еще что-то. И, в общем, такое разнообразие и всего по чуть-чуть, что это как, не знаю, ассоциацию с каким-то ноевым ковчегом мне вообще вызвало, потому что там каждый тварь и папааре. И сад — это какое-то гигантское многообразие, что я даже не смог посчитать, сколько разных всяких штуковин там растет. Причем как бы понятия не имея, что это за такие растения, цветы какие-то, кусты и прочее, прочее. Там в середине сада стоит диван. Не знаю, художественно это или не художественно, но вот первая ассоциация, которая в нашей современности связана с диваном, это место, из которого смотрят телевизор. Когда садишься на этот диван, который посреди этого сада находится, то упираешься взглядом просто в какую-то природную заросль. И это крутая альтернатива телевизору. Ты можешь, не знаю, там сидеть и медитировать, просто смотреть на всю эту растительность. Даже круто было бы туда приходить время от времени и вот так вот просто посидеть на этом диване и повтыкать как бы в эту долину реки Стикс. У нас работа есть такая, тебе это снится. Вот какая-то похожая какая-то картина вырисовывается. Продолжение следует...